Взрослая тема на детский лад. Третьи классникам гимназии номер 29 рассказали о выборах президента. Школьники уже знают, что это глава нашего государства и что его выбирают все жители страны. Но как именно? Для детей пока загадка. Как люди приходят, регистрируются, что необходимо паспорт, что необходимо пройти регистрацию, затем проголосовать, как поставить галочку, показать им урну, показать им кабинку, наглядно, то есть сделать наглядность. Когда наглядно они видят, они понимают. Нашу страну, ее символы и традиции дети изучают на особом школьном предмете – окружающий мир. Многое уже знают, поэтому беседа получилась интересной. Мне кажется, детям это надо знать, чтобы когда в взрослой жизни им уже было легче, они бы уже на выборы самостоятельно ходили, уже все сами делали. Участниками этого занятия стали родители третьеклассников. Мамы и папы рассказали о своих детских впечатлениях от выборов. Как это красиво, торжественно и радостно. Взрослые до сих пор помнят пышные булочки в буфете и красную икру в магазинах. В юном возрасте выборы кажутся праздником, а во взрослой жизни – ответственным и очень важным шагом. Начинается в родительском доме, потом это должно поддерживаться и воспитываться в детском саду, и затем уже переходит в школу. И тогда ребенок уже, когда подрастет, он будет знать, что мама у меня каждый год ходит на выборы, папа ходит, бабушка, все мои знакомые, и я буду следовать их примеру. Это очень хороший пример для подрастающего поколения. После разговора третьеклассники взялись за кисти и краски. Дети, как смогли, выразили на бумаге свои мысли о выборах президента. Что это за событие и почему важно принимать в нем участие. Я нарисовала руки моей семьи, ладошки, и написала, что мы идем на выборы всей страной. И флаг на Россию, потому что Россия должна выбирать своего президента в единой страной. Все рисунки станут участниками конкурса, итоги которого подведут 18 марта. Дети загорелись с желанием прийти на выборы вместе с родителями, узнать результаты художественного соревнования и, главное, посмотреть своими глазами, как проходит событие.